Объединенная редакция МВД России представляет. Расследованию подлежат. Как раскрываются преступления прошлых лет? Жестогие убийства, похищения людей, кражи, грабежи, хитроумные мошенничества. Почему одни преступления раскрываются по горячим следам, а другие лишь спустя годы, а то и десятилетия? Какие достижения современной науки становятся ключом к разгадке дел давно минувших лет? Некоторые профессиональные тайны полицейских мы приоткроем в этом фильме. Необходимо и дальше добиваться роста раскрываемости преступлений, включая те, что остались нераскрытыми в предыдущие годы. Из выступления президента Российской Федерации Владимира Путина. Потерпевшие ждут, что преступники будут задержаны и понесут справедливое наказание. И моральный, и служебный долг полиции эти надежды оправдать. Из выступления министра внутренних дел генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева. Дело номер 10. Мешок с бриллиантами. В Курске эту историю назвали кражей века. 14 февраля 2016 года преступники похитили драгоценностей почти на 50 миллионов рублей. В ювелирном салоне было праздничено и многолюдно. Розовые сердечки, воздушные шары, а еще заманчивые скидки. Как-никак день Святого Валентина. После закрытия магазина женщина-продавец поставила помещение на сигнализацию и отправилась домой. Утром взору пришедших на работу сотрудников предстала шокирующая картина. Все внутри было перевернуто вверх дном. Витрины с товаром опустошены, сейф, в котором хранились бриллианты, вскрыт. Там, где раньше висели камеры видеонаблюдения, торчали обрывки проводов. А посреди подсобки зияло огромное, ведущее в подвал дыра. Ко всему прочему, подвал оказался затопленным. Если брать в расчет среднестатистическую кражу, то, как правило, лица ее совершившие оставляют за собой ряд вещей, свидетельствующих о их причастности, либо какие-то недочеты. Особенность заключается в том, что практически следов никаких не было. То есть лица, которые его совершили, они знали, что они делали. Воры придумали оригинальный способ, как незаметно проникнуть внутрь. Они пробили дыру в потолке подвала, который был одновременно полом ювелирного салона. Через эту дыру злоумышленники и вынесли из магазина драгоценности. В доме проводились ремонтные работы, на которые никто не обращал внимания. В связи с чем способ пробития пола путем использования перфоратора и иного инструмента практически никто не заметил. Свою добычу преступники сложили в мешок. Зная, что камеры видеонаблюдения в магазине работают и на автономном питании, прихватили их с собой. Ее заглушили путем использования специального оборудования местного, которое работает на определенный радиус. И, соответственно, способ хищения и способ ухода. С мешком бриллиантов и видеокамерами неизвестные вышли на улицу, сели в автомобиль и скрылись. Перед уходом они затопили подвал, чтобы уничтожить следы. К розыску дерзких преступников подключили все подразделения полиции. Участковы обходили близлежащие дома в поисках свидетелей. Увы, никто ничего не видел и не слышал. Проверялись ранее судимые за аналогичные преступления. Был составлен полный перечень похищенного с детальным описанием драгоценностей. В списке значились и редкие украшения, выполненные в единственном экземпляре. Кольца, серьги, подвески. Оперативники установили наблюдение за вероятными местами сбыта бриллиантов и золота – ломбардами с кубками. Информацию о пропавших ценностях передали пограничникам и таможенникам. Вдруг преступники попытаются вывести украденное за рубеж. Ничего. Неизвестные, а с ними и драгоценности на десятки миллионов рублей – бесследно исчезли. Помните печальную судьбу Шуры Балаганова из бессмертного романа «Ильфа и Петрова. Золотой теленок». Он получил от разбогатевшего Остапа Бендера, на счастье, огромную по тем временам сумму – 50 тысяч рублей. Но тут же попался на копеечные карманные кражи. Подвела воровская привычка. Кам! Украли! Вот он! Держите его! Вот он! Ага! Шурик! Карпатник! Убор! Украли! Гридинюлю украли! А там! Вот иди сюда! Похожая ситуация сложилась и в нашей истории. В 2021 году по Курской области прокатилась серия краж. Неизвестные в отсутствии жильцов проникали в дома и выносили ювелирные изделия и деньги. Разыскивая преступников, полицейские выдвинули версию. Они теле – это налетчики, что похитили мешок с золотом и бриллиантами. Конечно, добычи из квартир простых граждан несоизмеримо меньше, чем в салоне бриллиантов, но чем черт не шутит? Может, преступники поиздержались или просто, как Шура Балаганов, не могут не воровать? Оперативники решили проверить эту версию и чутье их не подвело. Сотрудники полиции вышли на двоих подозреваемых – 38-летнего Вячеслава Булычева и 30-летнего Александра Осипова. Оба ранее судимы за кражи. Один из них попался с поличным. Задержание второго напоминало остросюжетный детектив. Когда оперативники пришли по адресу проживания одного из фигурантов, его жена сообщила, что мужа дома нет. Однако полицейские были уверены в обратном. Они стали простукивать стены и обнаружили в одной из них закрытую перегородкой неприметную нишу, в которой и прятался подозреваемый. Во время обысков изъяли часть украденных драгоценностей, а уникальное кольцо из перечни похищенных предметов вообще красовалось на пальцы у жены одного из преступников. Колец была особенность. Они были выполнены из белого золота, с бриллиантами. В последующем данное кольцо было предъявлено на познание представителя потерпевшего и опознано, как одно из колец, которое находилось там. Судьба большей части пропавших бриллиантов осталась невыясненной. Преступники даже по тяжестью неопровержимых улик отказывались признавать себя виновными в краже из ювелирного магазина. Решением суда виновники одного из самых громких преступлений, совершенных в Курской области, получили 5 и 8 с половиной лет в колонии строгого режима, потому что зло должно быть наказано.